Украинцев был шанс сохранить свою страну? Так им говорят, нет, у вас шансов нет. Кому вы нужны с вашей стороны? Никаких совершенно предпосылок для передачи контроля над Украиной из рук США каким-то европейцам нет. Ни одна европейская страна не обладает теми финансовыми, военными и иными ресурсами для поддержки Украины, как Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты как были, как контролировали, собственно, НАТО, структуры НАТО и решения, которые принимаются в европейских странах по Украине, так и будут продолжать контролировать. Никому они ничего отдавать не будут. Тогда в чем переосмысление, если оно вообще есть? Значит, переосмысление. Дело в том, что это иконами... Нет, тогда подождите секунду, Виктор, кто должен тогда заниматься переосмыслением? Киев, Запад, коллективный? Да, вот тогда мне теперь тоже не очень понятно стало. Да, и в прошлом году говорил слово Вьетнам, неспроста. Этот военный конфликт уже длится более полутора лет и может длиться очень-очень долго. Может длиться три года еще, может шесть лет, может закончиться очень долго. Потенциал, вообще исторически войны, которые длятся, военные конфликты, которые длятся дольше года, они очень часто длятся очень долго. Поэтому исторически... Очень часто нет. И в данном случае потенциал, и демографический потенциал, и военный, учитывая массированную поддержку Запада, есть у обеих сторон. Теперь, что касается стратегии... Человеческий потенциал очень высокий. Переосмысление. Кто должен переосмыслить? Понимаете, если мы до этого лета, до начала контрнаступления украинского, из каждого утюга западного и украинского слышали о том, что произойдет, будет реализовано крупнейшее контрнаступление, и что... Переосмысление будет в сторону большей правдивости. В сторону того, что теперь на Западе будут говорить, вместо того, что говорить, что вот сейчас победят Россию, и нанесут ей стратегическое поражение, сейчас там будет прямо говорить, что нет, это долгий, очень-очень долгий путь, который нужно будет пройти украинцам, конечно же, потому что именно украинцы будут терять своих людей. Кто там про этого обывателя думает? Очень коротко про дроны, если можно. Про дроны и вот эти предложения Украине, чтобы она запускала там массированные атаке. Значит, так же, как и российские удары по украинской инфраструктуре не привели к коллапсу Украины, никакие дроновые атаки по Москве, по военным базам не приведут к сдаче России, не приведут. Никто из нас тут поднимает... Продолжим эту мысль, потому что западная пресса пишет не только об возможных ударах Украины вглубь России, это у них для них уже... Ты имеешь в виду эскалацию? Они пишут про возможную эскалацию и нанесение, ну, по крайней мере, в планах Украины и в ее желаниях, ударов не только по нашей территории, но и по территории стран, которые они считают нашими союзниками. Плюс СНН сообщает о том, что якобы украинские какие-то вооруженные формирования противостоят нашему влиянию в Африке. Это, конечно, похоже на утку, но тем не менее. На прошлой неделе о растущем военном влиянии Украины с придыханием рассказал телеканал СНН. Журналисты раздобыли видео, на котором якобы украинские спецслужбы с воздуха атакуют отряды суданской полиции. Новость, похожую на первоапрельскую утку, преподнесли как расследование. Изучив тактику нападения с помощью беспилотника, мы пришли к выводу, что атака была совершена в стиле тех, что проводят украинские военные, и чего никогда не случалось в Судане ранее. Другим неопровержимым доказательством стало то, что на смонтированных кадрах атак показан монитор, который видит оператор дрона, а там текст на английском и украинском языках. Журналисты СНН делают вывод, что это убедительные доказательства, украинские военные противостоят России в Африке. Последствия российского вторжения на Украину распространяются далеко за пределы Украины. Эксклюзивное расследование телеканала СНН выявило убедительные доказательства того, что украинские войска воюют против пророссийских сил в Судане, пока Россия пытается расширить свое влияние в Африке. Ну а британская газета Guardian раздобыла документ украинского Кабмина, где Киев просит страны Большой Семерки дать ему дальнобойные ракеты и отмашку на удары по Сирии и Ирану. В докладе 47 страниц и там утверждается, что на иранских и сирийских заводах производятся дроны, которые потом отправляют в Россию. Иранские беспилотники, используемые в атаках на украинские города, начинены европейскими комплектующими. В секретном документе, отправленном Киевом своим западным союзникам, содержится призыв использовать ракеты дальнего радиуса действия для атаки производственных площадок в России, Иране и Сирии. Ну вот, получается как-то так, понимаете? Вот хочу, чтобы все-таки слышали и зрители, и слушатели, и губернаторы, и местные власти и так далее. Вот показывается попадание по объекту критической инфраструктуры, да? Почему показывается полностью с привазкой к местности, конкретно где горит? Ну неужто нельзя немножко заблюрить? Мы просто продолжаем заниматься координацией действий. Параллельно, я напомню, у нас уже идет инициатива в Совете Федерации, в Госдуме об уголовной ответственности. Ну, Владимир Владимирович, ну нет решения такого еще. Так как мы ведем диалог с обществом? Мы показываем видео, а потом кто-то выложит, и того посадят человека. Не посадят еще, никого не сделают. Давайте объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. С общества надо общаться. Как в прошлом году у нас, что было перед мобилизацией? Нет, не надо, не надо, не надо до конца сентября. А потом, здрасте, надо, да? А люди-то верили, слушатели, ну не надо, значит все хорошо. Просто официальные съемки надо тоже готовить должным образом. Безусловно, то есть давайте все-таки, вот если мы говорим об информационной гигиене, вы правильно сказали по поводу Минобороны и так далее, то работает на упреждение. Потому что вот сейчас у нас заканчивается ремонт танка Т-70, да, времен Великой Отечественной войны, напомню. Ну почему о нем вспомнил в Мелитополе? Потому что когда его снимали с постамента для ремонта... Т-70? Т-70, времен Великой Отечественной войны, да, 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 совершенно верно. Не Т-72. Не Т-72, да, не путать. Я фокус не видел. Да, и суть какая, везде, включая западные СМИ, не говоря про украинские информационные помойки, рассказали, вот все, воевать нечем, снимают, чтобы воевать. То есть вот даже такие объяснения, когда снимали, надо сразу объяснять, зачем снимаем, отправляем в Питер, ремонтируем и так далее. Дальше, по поводу событий в Судане, да, там, еще где-нибудь ударов по Ирану и прочих вещей. Ну, так уж получилось, что я достаточно долгое время связан с африканскими странами, у меня много друзей, знакомых, да, там, руководителей государства и первых лиц силовых структур и так далее. Я бы недооценивал, да, вот это желание высушиться перед штатами Британии со стороны украинских миньонов. И делают они это осознанно. Мало того, это взаимовыгодное осознанное действие, очень простые. Во-первых, вы можете нами затыкать любую дыру, везде, где удар по российским интересам, или даже китайским, мы готовы за небольшую денежку это выполнять. Это первая функция. Это там своих достаточно. Вторая, штатам вполне успешно и удачно можно скинуть какую-нибудь диверсию, как в Северной потоке. Ой, это не мы, это вот мы провели расследование, оказывается, это сделали какие-то группы украинских патриотов, да, или кого-то еще. Мы заслышим эту версию, которую нам впаривают западные СМИ. Дальше, украинское посольство в ЮАР, это я вам впервые говорю, но тайны не открою, как бы широко известно в узких кругах, занимается поиском наемников просто напропалую, да, вот прям выхватывают, встречаются везде, где только можно. То есть они просто очень удобные исполнители практически любой задачи. И мало того, вот политика протеида в реализации, как бы, украинских карательных служб полностью реализована. 4 тысячи, если ты белый, и тысяча, максимум 2, если ты черный. Вот по поводу того, что иди воюй за режим Зеленского. Вот это надо показывать, это надо озвучивать. По поводу того, закончится ли в коридорах переговорах, да нет. Ну, в коридорах и в переговорах война может приостановиться, да, боевые действия со стороны врага, только для того, чтобы их лучше прокачать, наших врагов. То есть это будет некий Минск-3, Минск-4, в худшем для нас варианте. И потом в больших ударах. Задача бить по территории России, чтобы русские рубили русских, и как можно больше было потерь для повышения градуса здесь потерь. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДОО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРИ И ДЕЛИТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будем вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Реквізити в описі до відео.